Если вам интересны афродизиаки для Казановы, значит вы понимаете, что мужская потенция очень много определяет в отношениях между мужчиной и женщиной. От нее зависит не только мужское здоровье, но и женское здоровье. Это важно знать и понимать. Инь-янь еще никто не отменял. Мужчина и женщина хороши в гармонии. Знаете, в эфире одного из телеканалов я как-то бросил такую фразу, и она прошла в эфир, что женщина сымитировать аранс, конечно, может. А вот мужчина эрекцию, ну никак. Эрекция должна быть не в прошлом времени. Вы должны помнить, что когда-то у вас была хорошая эрекция. Она должна быть настоящим. И нужно что-то целенаправленно делать в будущем, чтобы она сохранялась на годы и десятилетия вперед. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему не работают основные афродизиаки, про которые вы можете прочитать в интернете. В каких случаях они бесполезны, а в каких случаях они работают абсолютно противоположным образом. Это важно знать и понимать. Вы узнаете, для кого секс и любовь смертельно опасное занятие. И за что все-таки отсидел в тюрьме известный ловелаз Джакома Казанова. Ну, обо всем по порядку. В силу определенных обстоятельств, мы их все знаем, отпуск мая 2014 года пришлось сократить, перенести. Из него выпала буква К, и Крым поменялся на Рим. На украинском языке они выглядят одинаково, пишутся одинаково. Проезжая к Риму, я проехал в Венецию, великолепный город. Побывал рядом с тем заведением, где сидел в свое время Джакома Казанова. Ну, конечно, Венеция впечатлила очень. Тюрьма хмурая. Ну, он ушел через крышу. Но если вы считаете, что он отсидел в тюрьме за проделки с чужими женами, вы глубоко ошибаетесь. Причина, по которой его посадили, не имела к этому никакого отношения. Вы знаете, правосудие того времени было очень мудрым. И судьи понимали, что по большому счету Казанова исполнил супружеский долг, отдал его сотням женщин. И этим он принес громадный плюс в обществу. В чем часть мужей этих женщин тоже были ему подсознательно благодарны. Потому что по разным причинам они уже не могли исполнить супружеский долг. И, в принципе, Казанова, ну, снял головную боль, часть головной боли в них. И, в принципе, тоже плюс. Другая часть мужчин еще могла совершать супружеский долг. Но, видимо, делали они это не тем образом, как это было нужно. И, фактически, Казанова показала им слабое место в их отношениях с их любимыми женщинами. Мудрый человек должен был принять этот урок, понять свои ошибки, исправить и жить со своей любимой женщиной долго и счастливо. Вот в этом видео я попытаюсь сложить, ну, во-первых, опыт врача более чем с 25-летним стажем. Опыт тысяч моих пациентов, которые делились своими достижениями, своими условиями, как им удалось сохранить хорошую потенцию на годы и десятилетия. Ну, а также негативный опыт тех моих пациентов, которые рассказывали, каким образом им удалось растерять ту самую мужскую потенцию, ту самую мужскую здоровье. Ну, а вы сделаете для себя правильные выводы, вы выберете те моменты, которые вы не знали, которые вы использовали, может быть, неправильно, и будете использовать правильно, потому что очень важно понимать приоритеты в этом вопросе. Часто люди используют малозначительные действия, которые приносят минимальный результат с громадными потерями и с громадным риском для вашего здоровья, для вашей жизни. И вы должны это все прекрасно понимать. Поэтому смотрите видео до конца и воспринимайте ту информацию, которую вы получили. Итак, афродизиак для мужчин номер один. Это прекрасное, великолепное, надежное зрение. Да, мужчина любит глазами, и чем лучше зрение, тем на большее расстояние распространяется мужская любовь. Тем больше выбор для мужчины, и тем больше шансов для женщины, потому что в принципе в гармонии всегда хорошо, потому что идет обмен гармонами так или иначе. И это прекрасно и для мужчин, и для женщин. И чем чаще это будет происходить, тем лучше. Поэтому чем лучше зрение, тем в принципе возможности больше, потому что через этот орган мы получаем более 90% информации. Конечно, вы мне можете возразить. Есть очки, есть контактные линзы. Да, прекрасно. Они улучшают зрение. Да, вы действительно лучше начинаете ориентироваться в окружающей вас среде. Но, честно говоря, не знаю. Ну вот за 50 лет жизни я не представляю, как заниматься любовью в очках. Контактные линзы могут выпасть в любой самый подходящий, самый напряженный момент. А та подпитка, которую вы имеете через орган зрения, превращается фактически в расплывчатое пятно. И все может упасть в самый неподходящий момент. Поэтому вы можете взять себе на заметку. На моем канале есть видео, как сохранить, улучшить, вернуть зрение. Вы в любое удобное время можете просмотреть их. И использовать ту информацию, которая там есть. Потому что если я сейчас все буду рассказывать, это видео затянется на несколько суток. Это будет утомительно и для вас, и для меня. Потому что используя ту информацию, которая есть в том видео, вы не просто улучшите зрение. Вы улучшите свой биологический возраст. Вы улучшите состояние сердечно-сосудистой системы. Других органов, которые зависимы, которые используются активно в акте любви. Это важно понимать. Потому что там от этого зависит не просто зрение, просто лучше стало видно. Нет. Биологический возраст это комплексное понятие. Зрение это один из компонентов. Но чтобы получить хорошее зрение, минуя очки и контактные линзы, вы вынуждены будете улучшить свой уровень здоровья. Что вам еще нужно? Я думаю, что это хороший большой бонус. Поэтому посмотрите это видео чуть позже. А сейчас афродизиат номер два. Это великолепное обоняние. Потому что на более близком расстоянии, когда зрение сработало, птичка произошла, нравится. Дальше вы оцениваете по обонянию, по запаху. Да. И конечно, как вы понимаете, когда при сближении активный запах полота, не стираных, не свежего белья, перегар, табачный дым. Это редко у кого-то возбудит. Чаще всего это работает негативно. И нужно понимать, что эти вредные привычки, с ними нужно что-то делать. Видео, как бросить курить, несколько видео есть на моем канале. Не вопрос, вы это можете сделать, как и улучшить обоняние. Потому что, в принципе, если вы не знаете, как лечить ОРЗ, грипп, бронхит, обоняние будет постепенно падать. И подпитка этим путем у вас будет снижаться. Когда многие косметические компании используют афродизиаки в духах, одеколонах. Они работают на эту систему, а она у вас выключена. Все. На вас ничего не действует. Кстати, это, конечно, минус. Но есть большой плюс. Вы знаете, как афродизиаки заявляются лук и чеснок. Если вы не чувствуете аромат лука и чеснока, который был недавно съеден, то, в принципе, где-то это хорошо. Но обычный здоровый человек все-таки это чувствует. И вот эти афродизиаки работают в минус в этом случае. Да, они помогают усилить потенцию, но если используются после акта любви, между, но не перед. Это нужно понимать. Афродизиак номер три. Это осязание. Ну, у меня этот сексуальный опыт состоялся впервые более 50 лет назад. У вас сексуальный стаж может быть несколько иным. Ну, просто, вы знаете, детские психологи считают сосание материнской груди, они приравнивают это к оральному сексу. Да, ребенок познает мир. Первые основные информации он получает через рот. И фактически он тащит туда все и получает от этого приличное удовольствие. Вот. И если у вас нет вейтосуэстодистонии, нет активного остеохондроза поясничного отдела позвоночника, нет депрессии, у мужчин нет простатита, у женщин присутствует ПМС или фиброзокистозная мастопатия, то все прекрасно. Вы прошли третью точку. Да, вам нравится этот процесс. Все, не вопрос. У вас все состоится. И состоится правильно. Если у вас эти состояния есть, если вы периодически попадаете в депрессию, не вылечен простатит, терзает ПМС, сотни видео на моем канале про ЗОЖ есть. Если вы подписчик, вам проще найти. Если не подписчик, не забудьте подписаться. Это очень важно знать и понимать, что по большому счету вот эти вот состояния не могут очень серьезно ограничивать вас. И вроде как все хорошо, но вы находитесь в состоянии депрессии. Вроде все хорошо, но там частое мочеиспускание. Вроде как все хорошо. Но у женщин ПМС, ее гормоны крутят, вертят, она не знает, что с этим делать. И она отталкивает противоположный пол. И нужно просто правильно к этому относиться. Все болезни так или иначе, их легко устранить, потому что это реакция вашего организма на те условия, в которые вы его поставили. Измените реакции, изменятся и условия. Афродизиак номер 4. Безусловно, можно изменить активность мозга. Потому что по большому счету, очень большое значение имеет мозг. Вы получили, у вас мозг получил подпитку через органы зрения, через обоняние, через осязание. Вы прошли 3 точки. Если все 3 точки вас устраивают, все прекрасно. Но, вот тут вот есть маленький момент. Если у вас темперамент флегматично-меланхоличный, то есть вы такой более спокойный, уравновешенный человек, вам нужно мозг, его активность усилить. Здесь работают вот те самые афродизиаки, шоколад, чай, кофе. Да, там есть кофеин, он тонизирует ваш организм. И в принципе, все предыдущие этапы усиливаются. И все прекрасно, все великолепно состоится. Если же вы имеете холерично-сангенистический темперамент, то есть вы холерик либо сангеник, вы знаете, вот эти афродизиаки у вас могут сделать абсолютно противоположные действия. Они, ведь мозг работает очень интересно. Его можно до какого-то предела поднять активность. А дальше, если мы запредельно его активируем, идет запредельное торможение. А хранительное торможение у вас. Мозг от чрезмерного возбуждения, он пытается уйти. И если вы холерик либо сангеник, вы приняли чай, кофе, вы можете перевозбудить себя. И часто люди ко мне обращаются, говорят, у меня эрекция просто моментально произошла и тут же куда-то делась. Эрекуляция моментальная, то есть не успел возбудиться, уже все произошло и все упало, уже ничего нет. Здесь вы должны просто понимать, что если вы флегматик-меланколик, вам тоники подходят. Но если вы холерик или сангеник, то здесь работает как афродизиан. Алкоголь в небольших дозах. Многие считают, что алкоголь и потенция несовместимые вещи, но в данном случае это первое ваше лекарство. Вы немножко притормозите активность своего мозга, немножко снимите стрессовую нагрузку, которую вы имеете. И у вас все произойдет так, как вы того хотите. Но вот флегматику алкоголь, безусловно, он будет вредить, потому что он и так слегка приторможен. И тут на тебе еще дали тормоз и все, все в порядке. Все уже устроило, алкоголь вас полностью удовлетворил. Какой там противоположный пол. Вот чего не стоит делать это однозначно. Хотя многие этим пользуются. Холерики часто курят. Курение увеличивает, фактически через увеличение вязкости крови, оно тормозит активность мозга. Да, вы переходите в более низкую степень активности, но вопрос в другом. У вас, вы достигли этого совершенно иным путем. Вы резко увеличили вязкость крови. А в таком состоянии заниматься интенсивным физическим трудом, а любовь это достаточно интенсивная нагрузка, противопоказанно. Потому что у вас не может не выдержать либо сердце, либо сосуды. И вы должны это понимать, что в данном случае вы можете, если вы холерик, использовать как афродизиат. Слабые дозы алкоголь. Да, пожалуйста, шампанское. Да, пожалуйста, вино. Оно расслабляет, оно снимает стресс. И в принципе, все ситуации, которые вы хотите, происходят так, как вы хотите. Афродизиат номер пять. Это правильное питание. Вы знаете, все продукты питания, которые есть, в том числе и афродизиаки, которые заявлены как афродизиаки. Я бы разделил на пять рук. Это правильное питание до секса. Правильное питание во время секса. Правильное питание после секса. Правильное питание между сексом. И очень часто используют питание. Тут уже питание. Вместо секса. Вот тут нужно просто понимать, что и когда вы должны делать. Ну, по порядку. Если это дохл, то какое питание должно быть? Ну, видео «Романтический ужин» есть на моем канале. Вы можете посмотреть. В принципе, что должно быть? Питание должно быть, а, легким. Питание должно быть легко усваиваемым. Питание должно быть высокоэнергетическим. Почему? Потому что, если вы заложили много пищи в пищеварительную систему, она на себя оттянула приличное количество крови. Кровь находится, в принципе, рядом с органами малого таза. Но рядом это не значит там. Кровь во время пищеварения, да, она используется. Все прекрасно. Но для того, чтобы состоялась эрекция, там тоже нужна кровь. И вот здесь появляется конкуренция. Кто, кого перетянет, я прекрасно понимаю пищеварительную систему. Если вы заложили вкусную пищу, то еще и много. Она раздражает различные рецепторные поля и держит там кровь. Вы не заберете кровь из пищеварительной системы, и у вас получилось питание вместо секса. А до секса, да, морепродукты, креветки, кальмары, икра, может быть, какие-то фрукты. Не вопрос. Это все да. И специи, вот в интернете есть специи как афродизиаки. Вы знаете, ну, специи это соль и сахар. Если вы съедите много сахара, сахар увеличивает вязкость крови. Он склеивает эритроциты, вызывает чувство насыщения. Вы знаете, говорят, на охоту ходить собак не кормить. Собака должна быть полуголодной. Чтобы не сказать голодной. Голодной не нужно. Упадет во время физической нагрузки, потеряет сознание в гипоглицемической коме. Полуголодной должна быть. Должен быть задор. Так же, как и любви. Просто так заниматься, знаете, отдать супружеский долг, это неправильно. Это творческий процесс. И в нем мозг должен работать. Более интенсивно, чем в обычной жизнедеятельности. Поэтому из специй подходит разве что соль. Но если у вас есть гипотония или ВСД по гипотоническому типу. Соль увеличивает объем крови, увеличивает фактически тонус. И это правильно. Главное не перебрать. Потому что, в принципе, слишком большой объем крови, это большая нагрузка уже на сердце. Тут можно сердце и сорвать. А как афродизиаки используются не специи, а пряности. Или пряно-ароматические лекарственные растения. А будете вы использовать имбирь, шалфей, другие растения. Это уже от вас зависит, от вашего вкуса. Потому что основа действия этих растений, она простая. Вот они как раз вызывают прилив крови к органам малого таза. И фактически у женщины усиливаются ощущения, ей легче достичь оргазма. Но у мужчины усиливается эрекция. Ему тоже легче участвовать в этом процессе. Он может дольше участвовать в этом процессе. Поэтому тут просто нужно понимать правильно. Питание во время секса. Ну вы знаете, если секс на 5 минут, то конечно питание во время секса вы просто не успеете перекусить. А если любовью вы занимаетесь часы, то безусловно тут подпитка нужна. Потому что это достаточно энергетический процесс. Если вы занимаетесь долгое время, не делая небольшой перерыв для еды, для подпитки. Ваш организм, ему энергия нужна, он перейдет на жиры. Углеводы закончатся, перейдет на жиры. Это старение, биологический возраст совершенно иной. Раннее развитие атеросклероза сосудов и всего, что с этим связано. Поэтому перерывы делать нужно. Час, полтора, два нужно делать перерыв, потому что дальше уже ваш организм переходит на другой тип энергообеспечения. И самый простой вариант для перекуса, это сок, это фрукты. Сочные фрукты, потому что они дают вам опять-таки быструю энергию. Для того, чтобы вы понимали, вы уже знаете, где эту энергию вы будете использовать. Вы знаете, питание после секса, после любви, в принципе, тоже примерно такое же. Не нужны там более тяжелые продукты. Скорее, вам нужно просто вернуть в свой организм ту жидкость, которую вы потеряли. Вернуть те углеводы, которые вы расходовали во время достаточно активной мышечной работы. И, в принципе, ну, скажем так, получить заслуженный отдых. И это будет правильно. Ну, питанием вместо секса занимается, к сожалению, достаточно много людей. Почему? Потому что, когда вечером человек приходит после работы голодный. Я прекрасно понимаю, чувство голода нужно удовлетворить. Оно более сильное, чем сексуальное чувство сексуального удовлетворения. И, неудовлетворив, можно погибнуть просто. Поэтому многие начинают кушать. И кушать тяжелую пищу, потому что целый день тяжелый был. Мы много работали, но почему-то пищу по каким-то причинам в свой организм не вносили. И это плохо. Вот тут начинается вакханалия за столом. Вначале пища за перевариванием утаскивает всю кровь в пищеварительную систему. Она уходит из органов малого таза. Там все тихо, спокойно. Она уходит и от мозга. И вы попадаете в легкую такую гипоксию. После того, как пища попадает в кровь, увеличивается объем и вязкость крови. Опять-таки мозг не получает свой кислород. Он находится в этой нирване после еды. И вам, опять-таки, не до любви. Вам нужно просто переварить. Не дай вам Бог в этом случае после переедания займут на противоположный пол и решить все-таки исполнить супружеский долг. Напомню, высокая вязкость крови и высокий объем крови равно высокий кардиологический риск. Если вы таким путем вечер проводите регулярно, то вы автоматически попадаете на болезни, связанные с цивилизацией. Это ожирение, гипертоническая болезнь, атерослероз, подагра. То, что сегодня сахарный диабет, тарутип. То, что сегодня объединяется под названием метаболический синдром. А его по-другому называют смертельный квартет. И вот любая достаточно интенсивная физическая нагрузка в таком состоянии она может очень плохо закончиться. И вот здесь, в этом случае, любовь смертельно опасна для вашего здоровья. Если же вы, несмотря на мои рекомендации, все-таки захотите использовать различные стимуляторы. Вы их все знаете, я не буду их озвучивать. Что вы получите? Да, система активировалась. А ваше здоровье изменилось? Вы знаете, если мы возьмем автомобиль, который видал разные дороги, разные условия. Битый, мятый, трепанный. С плохим двигателем, тормозами, колесами, с уставшим водителем. Прицепим его к суперскоростному автомобилю. Попробуем его разогнать, потому что сам он уже не в состоянии двигаться так быстро. Что мы получим на выходе? Вы понимаете, он сам по себе разберется на запчасти. Там не нужен автомастер, он развалится. Как вы думаете, вы от этого автомобиля намного отличаетесь? Если у вас уровень здоровья не самый лучший, если вам нужны стимуляторы, это говорит о том, что ваш организм не способен к такой активной деятельности. Он не может этого выполнить самостоятельно. Напомню, что все болезни это защитно-приспособительные реакции вашего организма от тех условий, в которые вы его регулярно ставили. И попытка разогнать систему на приличную скорость заканчивается очень печально. Конечно, умереть мужчиной это здорово. Есть и такой анекдот. Со временем, может быть, я на эту тему напишу в видео. Но, вы знаете, умереть мужчиной это здорово. Лучше жить долго и счастливо, изменив отношение к своему здоровью, к своему организму, улучшив состояние, снизив биологический возраст. И вот тогда у вас потенция боится сама по себе. Вы знаете, опыт сотен моих пациентов, которым я таким образом помогал, он об этом говорит, что да, это работает. Это реально работает. Потому что правильное отношение к своему организму приводит к тому, что многие ранее утраченные функции начинают почему-то возвращаться. Да, конечно, если вам убрали желчный пузырь, он не вырастет новый. Но если ваш организм тормозит какие-то функции в вашем организме, это не значит, что они исчезли напротив. Это значит, что он не может это исполнить, не может обеспечить эти функции. Вы должны это понимать. Что изменяя уровень здоровья в целом, вы приобретаете очень много бонусов. Кроме активного долголетия. Вы получаете улучшение качества жизни. Один из компонентов, который занятие любовью. Поэтому пятый компонент питания в связи с сексом это правильное питание. На эту тему у меня написано множество видео. Вы можете посмотреть, как правильно завтракать, обедать, ужинать. Есть другие рекомендации по правильному питанию. Вы это можете легко посмотреть на моем канале, для того, чтобы все-таки активное долголетие было реальным и полноценным. Кстати, если вам хочется не просто самостоятельно это все выполнять, вы понимаете, что в вашем окружении есть люди, вы не хотите остаться в одиночестве, да, дожить до 100 лет с хорошей потенцией в одиночестве. Ну, не забудьте поделиться этим видео со своими родственниками, друзьями, знакомыми. Можете в социальных сетях написать что-то на эту тему. Не вопрос. Вам будет, нам с вами будет интереснее. Если вам это видео понравилось, то тоже не забудьте поставить лайк. Или если не понравилось, если вы нашли какие-то ошибки, напишите им в комментариях, не вопрос. Я только нецензурную брань убираю, и все остальное, пожалуйста. Если комментарии будут приличными, я их сохраняю и с удовольствием на них отвечаю. Поэтому не забывайте, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео. А я подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. И пожелаю вам крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Знаете, многие вещи меняются, когда меняются отношения. И это очень важно знать и понимать. А также активно этим пользоваться. Знать это здорово. Но использовать это немножко другой главу. И это нужно делать. Потому что знания они есть, а вот желание воспользоваться ими, к сожалению, есть не у всех. Я и пишу поэтому эти видео, чтобы усилить желание. Чтобы вы повернули своему здоровью, ну не спиной, а лицом. Занимались им, берегли его, сохраняли, укрепляли то, что есть. Потому что вернуть невозможно. Если вы потеряли желстный пузырь, да. Если вы докурились до ампутации, ну увы, только протез вам могут пришить. А в принципе, многие состояния, они обратили. Крепкого вам здоровья. И до новых встреч на моем канале. Спасибо. 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 Спасибо.